Добрый день! Мы начинаем работать с комплексно-медицинскими информационными системами и знакомиться с функциональными возможностями модулей регистратура, также кабинет врача. И на примере демоверсии ОВНМРГ программы медицинской информационной системы мы с вами посмотрим, каким же образом мы будем с вами регистрировать новых пациентов или выполнять поиск уже имеющихся в списке. Работаем в первую очередь в меню «Пациент» и у нас есть такая команда, как «Новый» или «Поиск», нажав на который мы сразу выходим на возможность добавления нового пациента. То есть мы заполняем в данном случае все вот такую карточку, заполняем имя, отчество, фамилия, дальше даты рождения, семейное положение, документы, удостоверяющие личность, заполняем несколько набор чисел, которые являются, ну 9, по-моему, да, цифра у нас, номер удостоверения. Дальше есть вкладочка «Контакты», мы подбираем, значит, личные данные пациента, это могут быть адрес места жительства, это рабочие телефоны и так далее. Есть даже вкладочка «Место работы», где мы указываем, где данный пациент работает и так далее. И есть еще у нас такие, как статистические данные, да, данные о страховке и так далее. Вот, потом нажав «Оформить нового пациента», у нас появляется список пациентов. Значит, если мы хотим выбрать нового уже имеющегося пациента, тогда мы выходим на общий список, да, на общий список пациентов в меню. Так, нажимаем, да, «Поиск пациентов». Вот, и здесь мы можем показать все, показать неактивные и так далее. Вот, в данном случае мы давайте с вами еще раз попробуем заполнить и добавить одного пациента. То есть мы нажимаем на вкладочку «Edit new», и вот мы с вами, это добавляется новое сообщение. Так, для того, чтобы работать в кабинете врача, мы давайте сейчас быстренько виртуального пациента создадим. Так, мы заполняем с вами имя, так, отчество, это в данном случае у нас виртуальный пациент. Так, дата рождения указываем, можем писать цифры, можем выбирать из календаря. Так, 26, 11, так, в виде даты рождения. Дальше семейное положение указываем, что он у нас не женатый. Так, нажимаем «Оформить нового пациента». Кстати, внешний ID мы можем придумать определенные цифры, которые мы заполним для того, чтобы находить по ID. Если брать КМИС, действующую, например, в нашем регионе Домуме, то ID, внешний ID, это у нас, конечно же, и ин пациента. Так, нажимаем «Оформить нового пациента». Так, мы не указали пол, это является у нас основным, да? Так, и смотрим, как у нас добавился. Вот, добавляем. И у нас выходит карточка нового пациента, которую мы увидим в списке. Так, добавляется. Вот, и далее, когда мы выйдем с вами на календарь, мы этого пациента. Так, вот пациент. Выполняем поиск. Поиск пациента по ID. Вот, к примеру, у нас пациент, вот Аспанов Марат, который мы с вами вели, мы его с вами загружаем. В списке мы нашли пациента. Можно было ввести по ID. Так, и вот в календаре, в календаре мы с вами вот здесь выбираем поиск пациента. Так, вот мы выходим, да? Это у нас с вами поиск пациента по ID. Вот, ID мы ввели, и мы находим данного пациента. Вот, вышел пациент. Теперь, как только мы его выбрали, у нас в дажборде выходят данные этого пациента сверху в меню. Далее, обращаю ваше внимание. Так, сейчас он нам даст сообщение. В данной демо-версии у нас, смотрите, есть три виртуальных врача. Ли, Дона, Смит, Билли и Стон, Фред. Вот, как только мы выбрали с вами пациента, его данные основные отражаются сверху в дажборде, да? Теперь, посмотрите, в любой КМИС, как только мы заходим по роли врача, в данном случае мы тоже зашли в роли врача. Помимо того, что мы ввели с вами нового пациента, нашли его по введенному ID или по имени-отчеству, мы можем его найти, мы выбираем кабинет врача и заходим. В данном случае любой кабинет врача в КМИС открываться будет в трех режимах. Например, это может быть календарные расписания на день. В данном случае вот у нас автоматически до ноли и по часам весь день расписан. В данном случае по умолчанию стоит ровно 15 минут на каждого пациента. Если это неделя, то вот выходит расписание на неделю. Или мы можем загрузить на месяц. Но нам очень удобно будет на одну неделю, так как мы сразу выберем следующий день какой-либо на неделе. К примеру, мы хотим записать его на завтра, на пятницу, на 10.30. Значит, в календаре мы проходим на то время, которое нам удобно записать. Нажав на него, сразу выходит активный пациент, который выбран, и время, которое мы с вами выбрали в календаре. Если мы хотим поменять, передвинуть, то мы здесь все это будем в этой карточке записи приема менять. «События на весь день». Мы можем написать, что это будет у нас повторно, то есть он будет каждый день приходить. А можем выбрать несколько недель, то есть он будет приходить к нам в понедельник и в пятницу. Понедельник и в пятницу в данном случае. Так, все, сохраняем. Как только мы сохранили карточку записи на прием, это у нас отразится в календаре. Так, до какого дня? До 29-го, включительно, да? До 29-го июня мы этот календарь с вами предложим. Так, мы сохранили. И теперь мы смотрим, что у нас на месяц, вот сейчас появится, то есть вот Аспанов Марат нам придет в пятницу 16-го, дальше мы записали его на понедельник, то есть сейчас в следующей неделе откроется, посмотрим на понедельник и пятницу. И также у нас до 29-го он придет повторно еще на 26-е. Таким образом, мы записали с вами пациента на всю неделю. Также в регистратуре, кроме записи на прием или в кабинете врача, выполняемой запись на прием, при нажатии на пациента в календаре мы выходим уже на запись медицинскую, то есть запись приема. И в данном случае, вот в данной КМИС, мы должны будем заполнить справа всю область, то есть в данном случае так и называется, записи на прием, посещение кабинета, посещение клинические напоминания, и также можем исправить персональные данные. Вот, если мы откроем карандашик редактирования, то у нас с вами как раз запишется все необходимые нам вещи, то есть все, что мы при первом приеме не записали, мы можем здесь это все продолжить. Так, вот запись на прием, это следующий у нас будет видео урок, а в данном случае мы сегодня с вами посмотрели, как мы будем добавлять нового пациента и как мы его будем записывать на прием. Всегда очень удобно, что видно в кабинете врача, расписание его часы приема и какой пациент к нему придет. Продолжение следует...